Здравствуйте! Город С в прямом эфире. Что меняется в сфере регистрации и учета налогоплательщиков? Что нужно знать предпринимателю при создании своего бизнеса и какие могут быть последствия неуплаты налогов? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области Татьяна Попухина и начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Андрей Лунин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте! Татьяна Анатольевна Андрея Ивановича. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если брать 2017 год, то что появилось нового в сфере регистрации и учета налогоплательщиков? Еще раз напомнить. В сфере регистрации и учета налогоплательщиков у нас есть кардинальные изменения, которые способствуют улучшению процедуры, ускорению и уменьшению документа оборота. В настоящее время с 1 января отменены свидетельства, которые все раньше привыкли видеть, типографический бланк с голограммой, красивый, их отменили приказом. Теперь вместо этого свидетельства при государственной регистрации будет выдаваться лист записи. Это белый листочек также с печатями, имеется ту же самую силу. Старые свидетельства никто не изымает, не уничтожаются, они действуют в своей части, не противоречившие, поэтому они остаются. Не надо их никуда нести, сдавать. То же самое касается учет физических лиц. У них тоже раньше была голографическая бланк. В настоящее время вместо этого голографического бланка будет даваться бланк, тоже распечатанный на формате А3, листочек с печатью, с подписью. Он имеет такую же юридическую силу, только не голографический. И самое, что на мой взгляд для физических лиц было самое новшество, которое способствует убыстрению процедуры, это ввели экстерриториальный принцип получения ИНН физическим лицом. Вот если до 1 января 2017 года, чтобы получить ИНН или дубликации свидетельства, либо присвоить его, необходимо было ехать в налоговый орган по месту своей регистрации, если вы житель России, то с 1 января можно прийти в любой. Вот если я буду житель, скажем, я Самары, а в этот момент находился в Петербурге, и мне надо было получить свидетельство, скажем, о постановке на учет, если я не получал, либо ИНН. Я могу зайти в любой налоговый орган в том же, скажем, Петербурге и получить свидетельство о себе, так как я прописан здесь, потому что теперь экстерриториальный принцип у нас действует, и не надо ехать мне в Самару для получения. Поэтому это, раньше это создавало проблемы, людям приходилось ездить, в настоящее время это удалось. Да, ну, схема упростилась. А что происходит в налоговых органах в целом, вот какие новшества тоже, что важно знать? Ну, если говорить о новом, в работе налоговых органов, я думаю, наиболее существенные изменения в плане администрирования нами платежей, которые зачисляются в бюджет, это передача нам администрирования страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. А что значит для обывателя? Это такая формулировка, если проще и поподробнее. Это значит, что с 1 января 2017 года налоговые органы будут начислять страховые взносы, которые подлежат уплате как в пенсионный фонд, так и в другие внебюджетные фонды. И также мы наделены полномочиями по взысканию долгов по страховым взносам, полномочиями по возврату излишнеуплаченных сумм страховых взносов, это за периоды после 1 января 2017 года. Ну, вот, собственно, все, что касается страховых взносов в внебюджетные фонды, мы теперь, как бы, всем этим будем заниматься. А вот за этот период, переходные, так скажем, уже можно сделать какие-то выводы? Вот что происходит? Или, может быть, какая-то существует статистика уже? Ну, что касается переходного периода, во-первых, у нас был определен порядок передачи задолженности, которая сложилась на 1 января 2017 года за период администрирования страховых взносов органами внебюджетных фондов. Мы приняли от внебюджетных фондов Самарской области задолженность в размере около 11 миллиардов рублей. То есть сумма достаточно внушительная, и, собственно, на наши плечи сейчас легла задача по взысканию этих долгов. Здесь могу сказать, что полномочия наши по взысканию несколько больше, чем были у внебюджетных фондов. Мы имеем такое право, как приостанавливать расходные счета по банковским счетам должников, то, чего не могли делать органы внебюджетных фондов. Когда мы получили задолженность, конечно, в первую очередь мы стали анализировать, из чего складывается такой огромный долг перед бюджетами внебюджетных фондов. И выявили, что львиную долю этой задолженности составляют долги индивидуальных предпринимателей. То есть на сегодняшний день это 51% от принятой суммы. Поэтому стали смотреть и выявили следующее обстоятельство, что большая часть этих индивидуальных предпринимателей, которые имеют долги, они фактически не осуществляют деятельность. То есть они не представляют никакую отчетность о результатах своей деятельности в налоговую инспекцию. Видимо, люди зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, полагали начать какую-либо деятельность, потом решили, что им это и не нужно. А завершить процедуру и сняться с учета не подумали, что это нужно. А пенсионный фонд, несмотря на такую ситуацию, несмотря на то, что деятельность фактически не ведется, все равно начислял взносы в пенсионный фонд. Причем сумма была достаточно большая. За год она составляла порядка 142 тысяч рублей. А что же делать тогда, в таком случае, если у предпринимателя огромный долг, который самый крупный, какой может быть? В каких пределах? Самый крупный, да. Бывает, что и сумма за полмиллиона переваливает. Причем мы учитываем, что еще и пени начисляются на эту сумму. Поэтому, конечно, сумма огромная. А что вот практические рекомендации, что делать? Потому что получается, что он как-то платит, ну и вроде бы и не должен платить. Вот что делать конкретно, реально? Что делать? Ну, во-первых, во всех инспекциях у нас созданы комиссии по работе с такими должниками. То есть инспекции в первую очередь выявляют таких индивидуальных предпринимателей, которые не отчитывались в налоговую инспекцию и имеют долги перед пенсионным фондом, приглашают их в инспекцию и проводят разъяснительную работу. То есть в первую очередь необходимо предоставить отчетность в налоговую инспекцию, в которой указать полученный доход. Если деятельность не велась и, собственно, сумма дохода ноль, поэтому нужно предоставить нулевую отчетность. Мы разъясняем, какую конкретно индивидуальному предпринимателю нужно отчетность предоставить. Это тоже зависит от той системы налогообложения, на которой он находится. Отчетность можно предоставить за три предшествующие года. Соответственно, мы передаем сведения о полученном доходе, как правило, это нулевой доход, в органы пенсионного фонда. И вот в этом случае органы пенсионного фонда могут пересчитать ранее исчисленные страховые взносы. Сумма уменьшается в разы, очень существенно. Это первый момент, с чем мы работаем. И второй момент, конечно же, нужно гражданину сняться с учета как индивидуальный предприниматель. А вот эту процедуру, наверное, нам Андрей Иванович может рассказать. А давайте начнем уже не с того, как сняться, а в связи с тем, что такие обстоятельства происходят, то, наверное, о чем нужно подумать и знать, прежде чем заняться такой деятельностью, прийти в налоговую и зарегистрировать свой бизнес. Андрей Иванович, подумайте минутку, и сейчас мы примем звонок, а потом... Извините, все, сорвался звонок, поэтому... Для того, чтобы зарегистрироваться, человек, это же регистрация индивидуального предпринимателя, это регистрация своего бизнеса. Это человек принимает на себя не только права и обязанности. Прежде чем зарегистрироваться, человек должен посмотреть, законодательство немножко изучить, посмотреть, что... выбрать виды деятельности, какими он хочет заниматься, и что он будет делать, посмотреть, на что он способен. Не просто вот я вот захотел, мне надо, я зарегистрируюсь. А надо иметь уже четко представлять картину, чем вы будете заниматься и каким образом. Так как процедура регистрации, она довольно простая, ее все упростили, для того, чтобы зарегистрировать... И налоговая служба делает все для того, чтобы человеку было удобнее. Многие уже люди привыкли, уже смотрят, обращают внимание к нашему сайту, к налоговой службе, это www.nalog.ru, там в разделе государственная регистрация, прям полностью пошаговая инструкция, что зарегистрировать. Также расписано, если человек захотел, там идут вопросы, чем вы хотите заниматься, что должны подумать, что у вас будет, где у вас будет офис, будете вы нанимать людей, может, вы будете сами справляться. И регистрация. На этом же сайте полностью расписано очень хорошо, пошаговая инструкция, что надо делать и как. И даже ролик есть на этом же сайте, давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. Вы решили заняться бизнесом, создать свою компанию или стать индивидуальным предпринимателем? Это серьезное и ответственное решение, которое необходимо принимать, имея достаточно полное представление обо всех возможных проблемах и тонкостях. Специальный сервис сайта налог.ру «Создай свой бизнес» предлагает будущим бизнесменам полезную информацию и пошаговую инструкцию для решения наиболее важных вопросов. И первый вопрос заключается в выборе формы вашего бизнеса. Вам нужна компания или вы хотите стать индивидуальным предпринимателем? На главной странице сервиса вы найдете информацию о каждой форме и можете двигаться в выбранном направлении. Далее вам необходимо будет пройти государственную регистрацию. Сервис предоставляет подробную пошаговую инструкцию для создания бизнеса, следуя которой вы при необходимости сможете самостоятельно зарегистрироваться и сэкономить время и деньги. Следующий важный вопрос – выбор режима налогообложения. Общий или один из специальных? Общий налоговый режим, как правило, применяют компании с большим оборотом. И он предлагает уплаты основных налогов, в том числе НДС и налога на прибыль. Специальные налоговые режимы существенно облегчают введение бухгалтерии и популярны среди малого бизнеса. Подробная информация об особенностях и ограничениях применения налоговых режимов, а также о том, за что, сколько и когда платить, поможет вам принять важное и ответственное решение в выборе. При введении бизнеса возникают разные вопросы, например, как использовать кассовые аппараты, как взаимодействовать с налоговыми органами и многие другие. Ответы на наиболее важные из них представлены на страницах сервиса «Создай свой бизнес». На всех страницах сервиса вы найдете полезные советы, выдержки из законов и нормативных актов, интересные примеры, популярные вопросы и ответы на них, ссылки на другие сервисы и разделы сайта. Внимательно изучите этот сервис перед тем, как стать бизнесменом. Это поможет вам понять свои будущие права, обязанности и возможности. Удачи в бизнесе! Скажите, пожалуйста, какая тенденция? Много регистрирует людей свой бизнес? И еще такой вопрос, что много ли отказываются и закрывать свой бизнес? Потому что если легко открыть, а процедура закрыть, она такая же легкая или там намного все сложнее? Хотелось бы также отметить, что Самарская область по итогам 2016 года и сейчас 2017 год тенденция остается очень положительная. Она входит в шестерку лучших, где бизнес развивается, идет больше регистрации. Так, например, с начала 2017 года у нас в области зарегистрировано 15 тысяч хозяйских субъектов. Из них это 5800 юридических лиц, около 9 тысяч от индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось и 202 крестьянских фермерских хозяйств. А по поводу, как вы говорите, закрыть процедуры, у нас закрываются, но получается, что закрылось за этот же период 2017 года 7900 хозяйских субъектов. В том числе 1600 юридических лиц, 6160 индивидуальных предпринимателей и 138. Это говорит о том, что тенденция, все-таки у нас количество индивидуальных предпринимателей прирастает. Просто процедура закрытия, прекращения деятельности, она также... Единственная разница между открытием и закрытием, что при регистрации открытия у регистрирующего органа есть только 3 рабочих дня на принятие решения регистрации, а процедура закрытия у нас 5 рабочих дней, поэтому срок на 2 рабочих дня может удлиняться. Хотя для документов подать комплекции, для того, чтобы закрыться, заполняется форма установленного образца, например, 26.001, оплачивается госпошлина и визит в налоговую оставь. Больше ничего не требуется, потому что индивидуальный предприниматель... Я решил сам, я принес, я закрылся. И просто еще хотелось бы уточнить, что люди, когда начинают закрываться, нормально приходят налоговую, начинают интересоваться, как на меня закрыться. Это же самое есть на сайте. Также инспектора объясняют и говорят, что вот можно закрыться. Во многих инспекциях выдаются памятки для закрытия, что надо вот закрыться, принести этот документ, это госпошлина и оплатить госпошлина в размере. Просто были случаи, они и сейчас остаются, что человек пришел, например, в октябре месяце, попросил, как я вот хочу закрыться. Ему инспектор все объяснил, сказал эту форму, сказал госпошлину, размер госпошлины, сказал 80 рублей. На момент, когда он приходил в октябре, госпошлина была 80. Человек развернулся и пришел уже документы подавать в следующем году, в мае месяце. А законодательство поменялось. И, соответственно, с января новый размер госпошлины, 160 рублей стал. А человек принес, заполнил документы, подписал у нотариуса, потому что он лично не захотел прийти, а направил почтой. В итоге получил отказ в государственной регистрации. И тем самым он до последнего числится как предприниматель, имеет статус. И поэтому пенсионный фонд начисляет ему, вот о чем уже говорил ты, Анатолий. Сколько деталей, которые важно знать. А отказ был только из-за того, что он оплатил госпошлину не в полном объеме. Потому что он получал памятку в октябре. Вот если бы сразу он это получил, и сразу бы не надо откладывать в долгий ящик, получили, решили закрыться, закрывайте. А когда уже законодательство поменялось, мы не в состоянии, мы не имеем права по старым документам принимать решение. Татьяна Анатольевна, на что еще нужно обратить внимание, чтобы не возникало таких критических ситуаций? Советы предпринимателям, если можно, со стороны налоговых органов. Советы предпринимателям. Во-первых, сейчас ролик показали, там была информация. Андрей Иванович до этого сказал, нужно оценить свои возможности. Оценить, вы реально нацелены на ведение бизнеса. Ну и конечно, если вы все это оценили и все-таки зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, необходимо в обязательном порядке сдавать отчетность в налоговую инспекцию. В любом случае, даже если у вас нулевой доход, даже если вы не получаете никаких доходов от своей деятельности, отчетность, пусть она будет нулевая, она должна быть представлена. Потому что вот эта ситуация с огромными долгами, она как раз и вышла в связи с тем, что отчетность не представлялась. Да, то есть риски существуют. И для того, чтобы еще раз понять, какие это риски и как их избежать, мы посмотрим следующий ролик от Федеральной налоговой службы и продолжим разговор. Кстати, мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы на тему налоговых платежей, звоните, задавайтесь, воспользуйтесь случаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Регистрационный номер налогоплательщика ИНН или название организации и, при необходимости, регион ее местонахождения. Для поиска сведений об индивидуальном предпринимателе, крестьянском фермерском хозяйстве, также достаточно ввести регистрационный номер или ИНН или указать фамилию и регион места жительства владельца бизнеса. Поиск выдаст список компаний или лиц, соответствующих вашему запросу, и подробные сведения, имеющиеся в государственном реестре. Учтите, что организаций с одинаковыми или похожими наименованиями, а также индивидуальных предпринимателей с одинаковыми фамилиями, может быть много. Будьте внимательны. Если ваш контрагент находится в стадии регистрации или вносит изменения в учредительные документы, вы можете проверить информацию о нем в специальном разделе. Здесь можно искать по регистрационному номеру, названию организации или фамилии индивидуального предпринимателя. Специальные разделы сообщений журнала «Вестник государственной регистрации» помогут вам узнать, находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации или реорганизации, об уменьшении его уставного капитала, принято ли решение об исключении организации из единого государственного реестра и другую важную для бизнеса информацию. Обязательно проверьте, не находится ли ваш партнер по сделке в реестре дисквалифицированных лиц, которые не вправе вести предпринимательскую деятельность. И посмотрите, имеются ли дисквалифицированные лица в руководстве организации, с которой планируете сотрудничать. Сделки с такими лицами могут быть признаны недействительными, и вы понесете убытки. Проверьте адрес местонахождения организации. Вполне может оказаться, что по данному адресу зарегистрировано очень много организаций. Это один из потенциальных факторов риска, и к такому контрагенту стоит присмотреться более внимательно. Узнайте, нет ли проблем у компании по уплате налогов. Не получилось ли так, что ваш партнер является злостным задолжником, или, может быть, долгое время не представляет отчетность. Неисполнение компании обязательств перед государством ставит под вопрос их обязательность и перед клиентами. Кстати, не забудьте проверить и себя. Очень полезно знать, что о вас могут увидеть ваши контрагенты. Удачи в бизнесе! Если вернуться к теме долгов по налогам, то это особенно актуально в летнее время. Татьяна Анатольевна, расскажите, чем грозят невыплаты, какие ситуации могут возникнуть, как их избежать. Ну, самое, наверное, такое типичное, когда пришел уже с путевкой в аэропорт, а тебя не выпускают. Как можно быстро заплатить? И если ты там же можешь в соседнем банкомате оплатить, то реально ли вылететь, или это нереально? Ну, что касается ограничения выезда за пределы Российской Федерации, то, да, действительно, такими полномочиями наделены судебные приставы выносить такого рода постановления об ограничении выезда, в том числе и в том случае, если они взыскивают долги по налогам. Если речь идет об индивидуальных предпринимателях, которым по большей части посвящена сегодняшняя передача, то здесь должно быть судебное решение об ограничении выезда, да. Если это физическое лицо, то есть любой из нас с вами, если мы имеем долг по налогу по имущественному, более 10 тысяч рублей, то здесь судебный пристав выносит постановление. Теперь как этого избежать и все-таки выехать за границу, да, если мы уже в аэропорту находимся, к сожалению, вот сейчас такая возможность исключена, потому что прохождение денег имеет свой временной промежуток на сегодняшний день. Судебный пристав отменит свое постановление, только получив деньги на свой депозитный счет, в оплату долгов. Поэтому всем, кто собирается все-таки выезжать в летний период, в летний, осенний, в бархатный сезон, я бы рекомендовала заблаговременно ознакомиться, имеются ли долги по налогам, и все-таки их уплатить заранее, не дожидаясь крайней даты вылета, чтобы избежать таких неприятных последствий. Еще вот такая частая ситуация, что проплачивают какими-то электронными способами штрафа ГИБДД и даже не сохраняют ни чеков, ничего, потому что это как-то и нереально, там быстро сделать, просто быстро там оплатил по своей карте и все. А потом приходят эти же долги, такое бывает, и копятся, и действительно человек думает, что он все оплатил, а потом раз, и какая-то сумма у него возникает, даже большая. Вот в таких ситуациях что делать? Когда оплатил, а все равно тебе приходят уведомления, что как-то не прошло, и долг остается. Вот такое же бывает. Во-первых, я бы, наверное, рекомендовала сохранять квитанции хотя бы в течение трех лет, да? А потом, наверное, в банке всегда, если вы не сохранили квитанцию, можно запросить документ, подтверждающий оплату, банк его выдаст. И, наверное, надо, ну, как мы же проводим сверкой по каким-то коммунальным платежам на предмет отсутствия задолженности, и такая же сверка может быть проведена с налоговым органом, установить факт того, что вы не имеете никаких долгов, и спокойно продолжать дальше вести либо свою деятельность, либо ждать там новых сроков уплаты имущественных налогов, когда вам придут очередные расчеты. Телезрители интересуются, может ли под арест за налоги попасть автомобиль? Да, такая ситуация возможна. Для юридических и физических? Ну, конечно. То есть в исполнительном производстве, когда судебный пристав начинает процедуру взыскания, то есть если мы, налоговые органы, можем обратить взыскание в бесспорном порядке в отношении юридических лиц и в судебном порядке в отношении физических лиц только на денежные средства должника, то судебный пристав исполнитель вправе обратить взыскание на любое иное имущество, в том числе и автомобиль. Поэтому, как бы, такой ситуации может не избежать любой должник. Через личный кабинет возможно ли оплатить за должность? Да, личный кабинет предоставляет такую возможность. О личном кабинете мы уже неоднократно рассказывали. Это очень удобный интернет-сервис, который реализован на официальном сайте Федеральной налоговой службы 3WNalog.ru. Для того, чтобы к личному кабинету подключиться, необходимо обратиться в налоговую инспекцию с паспортом, подтверждающим личность гражданина, получить пароль, зарегистрироваться, и потом успешно пользоваться личным кабинетом, в том числе оплачивать налоги, долги без комиссии. И тогда не будет проблем, про которые я говорила, что платишь, и как-то потом получается, что нет подтверждения. Конечно, личный кабинет сохраняет все данные, в том числе и о платежах. Следующий вопрос. Когда в этом году получим налоговое уведомление с квитанцией по имущественным налогам, что-то изменится? Да, как-то они переносятся из года в год. Уже люди перестают ориентироваться. Что касается срока уплаты имущественных налогов, то он не изменился. Он у нас также 1 декабря. То есть нужно уплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря 2017 года. Что касается рассылки налоговых уведомлений. Ну, имущественные налоги начисляет налоговая инспекция, то есть и гражданин, собственно, узнает о сумме налога, получив налоговое уведомление. То есть это такой важный документ, где каждый из нас увидит, за что ему начислен налог, исходя из каких технических характеристик, там, стоимости имущества, либо там, мощности транспортного средства. То есть сразу станет понятно, откуда взялась эта сумма. Ну и, соответственно, приложены квитанции на оплату, по которым удобно будет оплатить налог, введя, соответственно, индекс документа. И вот тогда у вас платеж попадет по назначению. То есть получить налоговое уведомление очень важно. Рассылку уведомлений мы начнем в августе текущего года. Продлится она до октября месяца. Уведомления направляются по почте, заказными письмами. Поэтому, как правило, в почтовый ящик их никто не дождется, этот конверт из налоговой. За ним все-таки нужно прийти на почту. То есть мы получаем извещение и идем на почту. И еще в этом году одно небольшое изменение. Я помню, когда граждане удивлялись, получая корреспонденцию из налоговой инспекции из города Нижний Новгород. То есть не понимали, почему мне идут письма из налоговой, из Нижнего Новгорода. В этом году может быть еще одна волна удивления, потому что письма будут с уведомлением получаться из города Красноярск. Дело в том, что у нас изменился порядок рассылки. У нас созданы сети учреждений налогсервис, которые занимаются в том числе и рассылкой налоговых уведомлений. И в этом году рассылать жителям Самарской области уведомление будет ФКУ налогсервис из города Красноярск. Поэтому не стоит удивляться. Нужно идти на почту, получать документ. А если возникли какие-то вопросы по начисленным суммам налога, то тут надо обращаться в свою налоговую инспекцию по месту учета, там, которая вам непосредственно числяет налоги. Следующий вопрос. При трудоустройстве на работу спрашивают ИНН. В налоговой дадут ли мне подтверждающий документ? Если человек не получал свидетельства о постановке на учет, у него нет, он может обратиться в налоговый орган с заявлением. Прошу выдать мне свидетельство о постановке на учет. Так как я его не получал. Налоговая инспекция проверяет по своим документам, выдавалось ли или нет. Если не выдавалось, то эта процедура бесплатная. Человек получает это свидетельство и берет его домой, и оставляет, соответственно, у него. Кроме того, получить ИНН для некоторых организаций достаточно, работодатели смотрят на сайте. У нас на сайте, еще раз, на налог.ру есть такой сервис «Узнай свой ИНН». Можно там. Если работодатель смотрит, и человек согласен проверить, они могут вместе сесть просто у компьютера, набрать фамилии, имя, отчество и паспортные данные. И тогда компьютер покажет, что вот у этого человека такой-то ИНН. И для работодателя, в принципе, этого достаточно. Потому что ему нужен ИНН, чтобы перечислять за своего работника соответствующие налоги. И отчисления делать. Если вот недостаточно, но есть такие, которые все-таки просят, тогда придется человеку прийти получить это заявление, что у меня вот такой ИНН. То отказа не должно быть. Очень эффективное сотрудничество, на мой взгляд, сложилось у налоговой с МФЦ. Многие оценили вот эти возможности в МФЦ и налоговой, какие-то вопросы свои решить. Что-то нового появляется? Какие-то услуги, с которыми можно обратиться в МФЦ, и вам их окажут? Что-то напомните еще раз, что можно. Ну, с МФЦ у нас, да, действительно, очень хорошее возложилось самоотношение. Потому что сеть налоговой, сеть МФЦ очень разведлена. В каждом практическом образовании есть МФЦ. У нас с налоговой службой есть соглашение заключенное по поводу. Основные услуги, которые очень сильно востребованы, и сейчас мы это видим, это услуга государственной регистрации. Потому что документы, человек, если он живет, скажем, в Исаклахе или где-то в Сергиевске, ему ехать в единый регистрационный центр в Самару далеко, хоть и есть возможность либо лично подать, либо почты, либо через электронные госуслуги, либо через МФЦ. Через МФЦ единственное у нас только небольшое, ну, как бы сказать, неудобство маленькое, это, у них добавляется два дня на государственную регистрацию. Это день на доставку и день на то, что МФЦ заберет документы. Потому что сдали вы в МФЦ документы, вы получать будете там. Если вы поставили, что вам документы выдать почтой, то, опять же, вам ее направят почты. Уже не получать в МФЦ, но вы их получите по почте. Кроме того, хотел бы сказать, что у нас есть такое, появилось законодательно закрепленное новшество, что уплата госпошлины, если вы воспользуетесь государственной услугой через госпортал, либо через налоговую личные документы и будете подавать документы на государственную регистрацию в электронном виде и оплачивать госпошлину будете непосредственно через интере онлайн, через госуслуги, то будет 30% скидка от госпошлины. Спасибо за эту деталь, спасибо за то, что пришли к нам в гости, за важную и полезную информацию. Спасибо вам за внимание, до свидания.